итак дорогие друзья всем привет сегодня в этом видео я вам расскажу про класс поддержки да я решил продолжить серию гайдов по классам в battlefield 5 и сегодня да вот класс поддержки мы будем его рассматривать я постараюсь затронуть все основные изменения по этому классу что у нас есть в battlefield 5 и покажу вам и геймплей за это за этот класс и рассмотрю какие с ним фишки именно с получше по улучшению с игрового меню с главного меню и так перейдем ваши в наши войска да выберем классные поддержки и пойдем в персонализацию первое на что стоит обратить что у нас появились роли в бою первая роль которая доступна по умолчанию это инженер то есть вы можете и строить фортификации ремонтировать технику быстрее чем остальные класс классы но плюс еще типа такой перк эксперт по тяжелому по тяжелому вооружению вы можете стрелять дольше если стационарных орудий избегая их перегрева чем остальные классы после по моему открытия кого там 4 или 5 сейчас посмотрим я точно не помню где-то у меня у меня у меня вот здесь не открыта роль нет открыто вот снайпера мне не открыто даст 8 ранга то есть вам нужно для того чтобы сменить роль в бою вам нужно докачаться до восьмого ранга ваш анг пишется вот сверху в верхнем правом углу у меня же 10 ранг и поэтому меня открыт этот класс в ней эта роль пулеметчик это наверное более такая классическая роль класса поддержки с других частей чем по всем класс инженер да это инженер более это добавлю добавлено кстати в баттлфилд 5 в других частях такого не было поэтому пулеметчик это более классическая эта роль дает нам два перка свинцовый дождь и сосредоточенный огонь свинцовый дождь вы лучше других подавляете врагов огнем и сами менее восприимчивы к подавлению ну и сосредоточенный огонь полностью подавление полностью подавленные вами враги видимо всей команде наверное выберу эту роль чтобы вам продемонстрировать классическую игру за классического пулеметчик класса поддержки на оружие у нас доступные пулеметы вот это ручной пулемет мж 34 допустим вообще универсальный пулемет но он типа его если не поставить на сошки то вести огонь вообще не по и не получится поэтому это чисто вот оружие которое типа вы должны лечь или же там воспользоваться укреплениями каким-то выступом чтобы его поставить на сошки да он будет шикарно вести себя также доступны нам дробовики здесь вот у меня еще по открывались пулемет я их еще даже не использовал не пробовал пока что качал себе ки-7 что вы можете носить с собой пт-мины противотанковый пулеметный гранатомет и пп-мина пп-мина противопехотная мина почему-то она на 11 уже не открывается но собственно вот вы будете или противотанковый мину юзать или же противотанковый пистолетный гранатомет я использую гранатомет но он меня не по умолчанию все чисто из-за того что сейчас но потушил 5 пока что не сохраняется по умолчанию то что вы выставите здесь да есть такая проблемка с этим по поводу подсумков какие виды подсумков и вы можете носить вы можете вносить два вида подсумков есть подсумок с патронами которые вы на ходу можете бросать всем членам своей команды и есть ящик с боеприпасами которые ставятся вот на примере вы можете видеть ставится на на землю да и вы можете с него брать патроны в этого ящика есть кулдауны по моему секунд может быть 15 20 где-то где-то так то есть если взять там патроны то через 20 секунд приблизительно вы сможете уже очередной раз взять патронов этого в принципе достаточно я использую по подсумок с патронами потому что мне так более нравится и соли батаны почему подсумок с позонами я использую потому что ящик с боеприпасами очень часто исчезает просто бред исчезает до проваливается сквозь текстуры земли или же вообще тупо 3 оставишь его не нигде нет ты не можешь взять патроны а подсумок потому ты бросил типа и сто процентов ты можешь взять его и себе и и бросить другому то есть и сто процентов обеспечишь патронами своего союзника по поводу гранат по гранатам принципе все так вот типа липкая граната по моему только вот здесь доступно в этом классе если я не ошибаюсь я использую зажигатель но мне нравится когда говорят противники по поводу улучшений каких-то вот папа по этому классу в принципе все теперь я покажу его именно в игровом процессе и покажу как строится фортификации вот эта защита покажу как это подавляющий огонь по крайней мере постараюсь показать потому что немножко иногда проблематично все делать так так собственно начнем арестаемся я начала раунда вот раз видите я кинул вот такую сумочку из и тем кому надо она за типа он подберет ее и сможет воспользоваться восполнить по и запас свой сейчас вот мы наступаем на точку что построить фортификацию защиту нужно нажать на букву т вот собственно нас вы когда нажимаете найти да у вас появляются места где вы можете строить эти самые фортификации сейчас пускай там проедет танки взрывы разрушают ваши фортификации не разрушает только стрельба там с пулеметом то есть с легких автоматов и так далее то есть с тяжелого вооружения они разрушаются вот таким путем строится у нас защита очень полезно это то есть для того чтобы по вам то пусть противник не смог так легко треба перебраться и перебить всю команду да ну что такое такое бывает то таким вот образом вы защищаете свои позиции этими мешками давайте сейчас будем атаковать ложимся надеюсь нас сейчас не убьют таким вот образом идет подавление так вот раз видите у него загорелось типа что ему нужны патроны вот раз ты ему бросил раз и бросил собственно ну давайте вот построим фортификацию то есть для защиты качественной обороны мы строим здесь вот фортификации дан защиту хочу заметить что класс поддержки строит эту защиту быстрее чем основные основные классы представленные в баттлфилде подожжем подожжем так встроим вот такую сеточку чтобы потенок не смог через нее пролезть ее можно разрушить гранатами вот видите без защиты противники с легкостью могут бегать по нашей локации где мы защищаем точку и ничего не преграждает сейчас мы построим защиту и так легко уже пробраться нашей позиции невозможно будет а эту построим нужно быть осторожным потому что она сможет захерачить снайпер разворачить разворотить наш глаз выстрел нам в голову вот так вот таким путем собственно мы и обороняем точку то есть система подавления такая что я постараюсь рассказать на словах вы при наступлении ваших сокоматников вы просто ведете прицельный огонь по позициям противника путем чего вы подавляете его огонь и ему стоит труднее целиться вас есть вести прицельный огонь то есть точность его ухудшается подпадающий огонь можно вести как при наступлениях так и при обороне то есть и так и так нормально поэтому если у вас получится это сделать не всегда так получается то это очень хорошо помогает вашей команде если у вас несколько умных пулеметчиков которые шарят то это будет шикарно на точку собственно что мы подытожим вам нужно вам нужно обязательно обеспечить свою команду патриками быть с отрядом потому что вы можете резнуть также вы можете выбрать роль свою в бою это новшество которое появилось в battlefield 5 и согласно этой роли уже действовать на поле боя ну и что в принципе на этом все то есть патрон патронами обеспечивать быть с командой что приведет к максимальной эффективности вашего класса и не забывать вот снайпер допустим у нас да а ну-ка давайте снайпер вот мы можем его тупо подавлять огнем у нас хоть и маленький боезапас но можно друг другу пулемет взять это неважно но вот так вот это вот действует то есть вы обстреливаете позицию противника и его так подавляет ладно все ребята на этом пожалуй все я постарался максимально рассмотреть класс поддержки максимально рассказать вам про него всем хорошей игры удачной игры удачи на полях сражений подписывайтесь на мой канал обязательно не забывайте поставьте колокольчик чтобы быть в курсе новых видео но также ставьте оценку этому видео всем спасибо всем пока пока